В общем, была выведена эта порода в Нидерландах, хигнят этой породы быстро растут, взрослые овцы имеют очень развитую мускулатуру, их мясо первоклассного качества. Ну что, за мясо столько заплатили, что ли? А, ну там целый потомственный у них рот, там, короче говоря, паспорт целый есть у этого барана. Жесть. Именно, короче, да, именно за гены этого барана заплатили, чтобы через три года другого сделать, еще одного, и продать его за миллион уже долларов. Наверное, как-то так, иначе сложно объяснить такую факту. Двигаемся дальше. Кстати, в России 4941 случаи коронавируса за сутки появились. Примерно 5000 так и происходит. Каждый день практически. Не меняется с самого конца, вот, ну, так, самоизоляции. Забавно, что становится жертвой похитителей. Вот свадебные платья из бутика в центре Москвы похитили. Всего на 3,5 миллиона рублей. И забавно, да, свадебное платье похитил, и все, и продаешь на Авида как просто свое. Памятник Шуху вам отремонтирует в Москве, даже что еще интересного. Забавно, полиция Ирландии вернула потерянный кошелек через 20 лет. Вот работают ребята. Вернулись же, да, висяк, раскрыли висяк. Вместо надеяния на днях зашел житель города и отдал найденным им в земле кошелек. В машинке находилась кредитная карта и студенческие билеты, датированные июнем 2001 года. Полиция смогла связаться с водителем кошелька, который подтвердил, что потерял его почти 20 лет, себя назад. У него так вот раскрылась загадка 20-летней давности, да. Вот потом думаем, где же наши вещи, потом лежат, оказывается. Сидите, а забивает тем временем. Третий мяч уже в этой игре, еще 4 минуты не прошли, а уже 3-0 на табло. Вот, кстати, СМИ сообщают, что Суперкубок UEFA рискует не состояться. 24 сентября в Абудапеште он был запланирован. До ограничительных мер по просьбе о распространении коронавируса в Венгрии может быть, либо перенесем в другое место, да. Ранее Венгерская информационная агентства сообщила, что правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. Бавария должна встречаться с Севильей в этом матче. Ну, я думаю, что не состоится, что он состоится. В любом случае, просто перенесут первое место и все. Вот, кстати, экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о самом унизительном моменте в своей карьере. Он говорит, что ничто не делает тебя более слабым, чем победа, и это правда. Со мной произошло именно это, когда я побил Мэтта Хьюза. Мое поражение в бою в СССР сделало меня только сильнее, потому что я из этого излег урок, а победа ослабила. Я был новым лицом в UFC, был молод и только что побил Хьюза. Каждый видел, что я непобедим, и я сам начал в это верить. Никто не давал Мэтту с целью ни малейшего шанса, но он поймал меня хорошим ударом, после чего я не вернулся в бой. И мне снова пришлось усвоить урок, что побеждает не лучший боец, а тот, кто был лучше в день боя. Это был самый унизительный момент в моей карьере. Я ищел, что подвел каждого фаната в седу и стал полезным опытом. Вот так вот поражение может влиять на человека. Ну что ж, двигаемся дальше. Леди Гага тут покрасила волосы в яркий цвет шутина. Какая-то... Часы! Сравниваю счет в игре. В итоге, на седьмой минуте встречи, 3-3 на табло. Кстати, операторы каршеринга снижают планку. Телемобиль убрал пункт наличия стажа вождения на своих клиентах. Это не первый сервис по прокату машин, которые постепенно снижают планку. Новый день это работало в 13 регионах России и западных школах. Завтра же есть передороги машин с оранжевым. За этими крымами можно садиться с 18 лет. И слышу поводиться в стаж. Встреча вошли в Санкт-Петербург, Тула, Нижний Новгород, Горг, Пестово, Антези, Женск, Новосибирск, Берсик, Генербург, Самар, Ториаде, Краснодар и Еленджик. А теперь все осталось, кстати, по-прежнему. 4-3, Мансития выходит вперед. Ну, в общем, теперь вот с пастикам автошколы можно сразу садиться за руль. Вот, быстренько сравняли счет подбористой лондонской команды. Ну и достаточно такой равной борьбе проходит эта английская терпи. Кстати, вот в США заезжали россияне по подозрению в кипер-атаке на Тесла. А у нас 2 минуты остается до конца. Первый тайм Аман-Сити. Сейчас с мячом в центре поля. Можно попробовать ударить. Нет, не стал пробивать. И какой момент сейчас загубил форвард Мансити. Продолжается эта встреча Челси. Выходит из обороны. Там один со всем нападающей лондонской командой, но не смог протолкнуть на него мяч. Футболиста Челси и в итоге... Что, Мансити? Удар с разворота тоже был прочитан. Ну и последняя минута первого тайма 4-4. Выходит вперед Челси. 5-4. Такая вот контратака. Приводит к взятию ворот. Ну вот, а по поводу автосалонов, да. Значит, давайте рассмотрим 5 частных способов обмана не в автосалоне, а в автосервисе. Значит, как-то не попасться на такие уловки хитрецов. Последние секунды первой половины игры 5-4 перед Челси. Так вот, недобросовестные работники автосервиса могут залить дешевое масло вместо дорогого, использовать аналоги вместо оригинальных запчастей. Проверить все это довольно сложно, но все же возможно. Не стоит себе поверить всему, что написано в счете за обзором. И вы имеете полное право попросить мастера показать конец под масло или коробки от запасных частей. Сейчас заканчивается первый тайминг. Памятник Шухова надремонтирует Москве. Зачем здесь что еще интересного? Забавно, полиция Ирландии вернула потерянный кошелек через 20 лет. Вот работают ребята. Вернулись же, да, висяк. Раскрыли висяк. Вместо надеяния на днях зашел житель города и отдал найденным им в земле кошелек. В бумажке находилась кредитная карта и студенческий билет, датированный июнем 2001 года. Полиция смогла связаться с водителем кошелька, который подтвердил, что потерял его почти 20 лет себя назад. И вот так вот раскрылась загадка тут в середней давности. Потом думаем, где же наши вещи, потом лежат, оказывается. Сити! А забивает тем временем третий мяч уже в этой игре. Еще 4 минуты не прошли, а уже 3-0 на табло. Вот, кстати, СМИ сообщают, что Суперкубок UEFA рискует не состояться. 24 сентября в Будапеште он был запланирован. Нагадай. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok